Сегодня Татьяна с дочкой Варварой вместе пришли к врачу, чтобы взять справку к школе. Важная задача удостовериться в том, что ребенок здоров. Ведь волнений и так хватает. Впереди у Варри начало большого пути. Девочка идет в первый класс. Важен и настрой родителей, ведь все чувства и эмоции ребенок впитывает как губка. Перед детским садом нам тоже звонила медсестра, предлагала прийти, пока нет очередей больших, пройти профосмотр. Сейчас мы идем в первый класс. Тоже позвонили, попросили прийти. Даже не попросили, а пригласили, так сказать. На прививке нас тоже всегда предупреждают, что нужно прийти сделать. Никогда никаких проблем не было по поводу врачей прохождения. Адекватные, все врачи хорошие, добросовестные. Лечат хорошо. Я считаю, что проходить медосмотр перед школой, перед детским садом, либо еще там, в первую очередь, это чтобы обезопасить себя. Для того, чтобы знать, какое у тебя здоровье, есть ли какие-то скрытые, возможно, инфекции или еще какие-то заболевания. Это в первую очередь для себя, а уже потом для окружающих. Родители осознают, что получение медицинской справки в школу – это гарантия того, что ребенок здоров, а также и уверенность мамы и папы. Перед школой обязательно нужно пройти профосмотр ребенка, потому что далее определяется и рассаживание в парте, в классе, на какой парте сидит, и группа по физической культуре определяется. Перед школой проходится перечень специалистов полной, то есть обследование и невролог, и отоларинголог, офтальмолог, ортопед, кардиограмма, общий анализ. То есть ребенок полностью обследован, идет в первый класс, получает справку о группе здоровья. Поэтому такое обследование необходимо, и всех детей мы приглашаем с 5 до 6 лет проходить этот осмотр. Осмотр начинается с посещения доврачебного кабинета, где уточняют рост и вес ребенка. После этого врач составляет так называемый маршрут для посещения специалистов. Так, к примеру, если невролог может помочь выяснить причины быстрой утомляемости ребенка, его возбудимости и каких-то тревог, офтальмолог, в свою очередь, определит качество зрения у будущего первоклассника, после чего педагогу будет проще понять, за какую парту посадить ученика. Если до 6 лет, то смотрим по картинкам, а если после 6 лет, то смотрим по буквам. Если страта зрения снижена, то делаем авторефрактометрию и скейскопию. Смотрим глазное дно, оптические среды проверяю. Также смотрю наличие или отсутствие косоглазия скрытого явного, для того, чтобы определить, за какой партой сидеть, на каком ряду сидеть. У детей до 6 лет чаще идет патология именно по дальнозоркости, то есть мы выявляем чаще скрытую дальнозоркость. Зрение может быть хорошее, для этого я в темной комнате скейскопирую, чтобы посмотреть, правильно ли глазное яблоко формируется или нет. А близорука чаще развивается с лет 8. Ирина пришла к офтальмологу с двумя детками, чтобы у обоих проверить зрение. Ведь самому младшему скоро идти в садик, а старшей дочке в первый класс. Что дочь, что сын прошли специалиста на ура. Детки здоровы, а мама спокойна. Пришли пройти медосмотр перед школой, идем в первый класс и перед садиком. Это важно, чтобы знать, что у ребенка все хорошо или есть какие-то отклонения. Не меньшую пользу перед поступлением в школу принесет заключение врача о состоянии опорно-двигательного аппарата. Это позволит определить, нет ли у ребенка искривления позвоночника, нарушения осанки или его плоскостопия. Осанку проверяем 6-7 лет перед походом в первый класс. Для чего? Она может быть как правильной, так и неправильной. И осанка, в свою очередь, влияет на другие органы и системы. То есть дыхание, могут быть и головные боли из-за этого, нарушения в органах брюшной полости, органов малого таза. Для чего мы проверяем? От этого зависит, как подбирается мебель, то есть по соотношению к росту ребенка, достаточно ли освещения, также родитель должен контролировать осанку, желательно отвезти на плавание и делать зарядку для спины. До первого класса чаще всего нет отклонений, а если есть, то преимущественно у деток-инвалидов, то есть врожденного характера. Чаще всего у деток уже 4-5 класса начинаются изменения вследствие длительного сидения в неправильной позе. Следить за здоровьем детей необходимо постоянно, но такие моменты, как получение медицинской справки, акцентируют родителей более тщательно следить как за зрением, так и за осанкой школьника.